Микс Ньюс. А это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Управляющие Ирисовским свободным портом Анси Зелтнич на студии. Добрый день. Добрый день. Насколько я знаю, важное событие произошло именно в этом месяце. Подписан договор Балтия с контейнер терминалом. С большим камнем китайской компании, которая работает в Минске. Я так понимаю, что есть надежда, что Ирисовский свободный порт увеличит перевалку контейнеров. Может быть, с этой позитивной новостью начнется. Ну да, наверное, то, что относится к контейнерным грузам, это я уже неоднократно говорил. То есть, это та конъюнктура грузов, которая продолжает расти. Уже, наверное, больше шести лет подряд. И я надеюсь, в этом году мы перевалим через полмиллиона контейнеров, которые будут перегружены через рыжий свободный порт. Да, Балтий контейнер терминал, то есть, один из, или самый большой перевальщик контейнеров, специализированный терминал. И это тоже не секрет, что мы уже некоторое время работаем с партнерами Белоруссии. И, конечно, и смотрим в сторону сотрудничества с китайским проектом, который находится, логистический центр «Большой камень», который находится рядом с Минском. То есть, это, конечно, большая и долгосрочная инвестиция со стороны китайцев, то есть, плацдарм, логистический плацдарм в сторону Европы и от Европы. И пару недель назад в визите в Белом камне была организована конференция, и при этой конференции наш контейнерный терминал подписал такой мембрандум, договор с China Merchants, то есть, который один из больших перевозчиков, логистантов грузов в сторону и от Китая. Я так понимаю, что большая работа сейчас проводится и по привлечению вот этих возможных грузов по жиженому газу, да? – Жиженый газ, как такой, или так называемый LNG, или натуральный газ, то есть, в Риге как такой он нет. – Ну, только через контейнеры, да? – То есть, либо там контейнеры некоторые, но как такой терминал у нас есть, нет. На Кунзенцале сейчас в процессе есть проект небольшого терминала жиженого газа. Основной, конечно, фокус его на внутренний рынок и употребление, то, что нужно для всякого производства, где нужен газ. Но в том числе, если он будет построен, он будет использоваться, как бункеровочный плацдарм для судов, который работает на газе, жиженом газе и который в Риге заходит. То есть, это уже несколько судов, то есть, этот интерес появляется, относительно бункеровки. То есть, сейчас уже на регулярной линии работает один из контейнеровозов, который работает на жиженом газе. То есть, вопрос бункеровки, он актуален. Ну, это один вопрос сам газ, другой вопрос и техника бункеровки, и технология бункеровки. То есть, это не на всех причалах возможно, и там есть определенная особая процедура безопасности. Так что, это такое тоже решение, которое надо будет найти. Да, мы знаем, что буквально на днях был визит министра иностранных дел Латвии, господин Иринкевич, в Минск. Он встречался в том числе и с президентом. Мы знаем, это и публичная информация. Президент Беларуси не скрывал, что есть желание еще более тесно сотрудничать с Латвией в сфере транспорта и логистики в портах. Наверное, прежде всего, в Рижском свободном порту. Чувствуете ли вы интерес от белорусских, не знаю, дипломатов, предпринимателей к тому, что даже ходят службы? Да, конечно, мы уже, наверное, пока я уже в порту. Наверное, до этого тоже тесно работаем белорусскими партнерами, в том числе и на уровне и политиков, и дипломатов. То есть, активно работает посольство Беларуси, Латвии и их работники. То есть, в прошлом году и в этом году в том числе был ряд разных визитов, в том числе и с бизнеса, с разного бизнеса, с Беларуси, в том числе для нас и не только для порта, а вообще для Латвии важной отрасли, то, что относится лесного хозяйства. Потому что в Беларуси лесное хозяйство – это тоже очень большой сегмент индустрии и древесина, это тоже частично, который через наши порты идет. То есть, сначала это Беларуси. Так что, такие точки прикосновения, они есть. Я думаю, что они должны быть и более, должны быть и развиваться больше. Сотрудничестве. Я думаю, что у нас есть и реальные возможности. И это и выгодно между нашими странами, сотрудничая, развивать бизнес. То есть, так как у Беларуси свои порты или выхода на море нет, то есть, мы реальности можем предлагать разные услуги, которые связаны с портовской деятельностью. В том числе, вплоть до каких-то развития, так называемых, торговых площадок их грузового ресурса. Вот мы знаем, что активно работали, пока не имея до недавнего времени, в Клайпиде. В принципе, мы можем все то же самое предложить беларусам, что и Клайпиде, если до этого дойдет. Конечно, потому что, относительно тех же самых минудобрений, с таким приложением мы и Беларусью несколько раз, то есть, разговоры шли. Я надеюсь, в конце концов, это приведет и к результату. То есть, в Риге есть без Уралхима, который делает перевалку своих грузов. То есть, есть терминал Альфа-Оста, который изначально был построен как терминал для минудобрений, но с уходом российского калия и минудобрения, то есть, он несколько лет стоял пустым, потом они переориентировались на перевалку зерна. Но я думаю, что перспектива, то есть, это реальности готовый терминал, который может работать с минудобрениями. И это тоже не секрет, что в Беларуси производится выработка новых шахт минудобрений, и перспектива это может дать дополнительный объем сверху того, что сейчас идет в Клайпеду. То есть, наш взгляд не того, что что-то перетянуть с Клайпеды, но я думаю, что реальности, относительно дополнительного объема, если он появится в Беларуси, мы можем реальности прилагать возможность перевалки этих грузов через Порт-Риги. Да, мы знаем, что в марте закончился вот такой большой, наверное, проект в истории Рижского порта, вообще, наверное, в истории столицы, это вот постойка терминала вот на русском острове Креусаус. Что там сейчас происходит? Я знаю, что в недавнем интервью, по-моему, в Дене, вы говорили, что будете все-таки внимание большое уделять защите среды. Да, вот, что там? То есть, терминал построен, должен сказать, конечно, что это все было не очень просто. От моего времени это реально заняло, то есть, первые, наверное, полтора года, которые я работал в Порту, в принципе, это было под звездой этих терминалов этого проекта, потому что был очень сжатый срок, и, конечно, там был ряд проблем, которые надо было решить, но, в конце концов, мы успешно их, то есть, и строителям, и с операторами, и всеми, которые были в речении этом проекте, там, конечно, большое спасибо, то есть, мы этот проект завершили. И с марта этого года весь уголь, который переваливается через Порт-Рига, сейчас обрабатывается в этих терминалах. Конечно, были некоторые случаи относительно запыленности, но я бы сказал, что это вопрос такого оперативного характера, и сейчас уже, как бы, в принципе, все терминалы выходят на свою мощность, в том числе, за, как бы, затестированы все погрузочные линии, и, как бы, терминал нормально работает. То есть, это, конечно, не означает, что с этого будет там больше или меньше угля, и, конечно, если смотреть с точки зрения жителей, которые, как бы, живут на том, на той стороне берега, это тоже, ну, надо учесть, что, как бы, чисто и своей с точки зрения, если мне, там, неподалеку кто-то построил, там, терминал такой или другой, или какое-то производство, ну, как бы, нельзя сказать, что, как бы, люди с этого будут аплодировать, да. Но с точки зрения, как бы, развития порта, это было, наверное, самое, такое, отдаленное место, если смотреть в рамках территории порта, где можно было разместить такие терминалы. Я думаю, что в таком плане этот проект успешный, и, как бы это ни было, порт все-таки своей основной грузовой деятельностью уходит с центра города. Это означает, что ближайшие территории и экспорта, и Андреасова, то есть, они перспективы будут под нужды города, то есть, не знаю, офисы, отели, концерт-зал. И я думаю, что и то, что мы там потенциально видим и можем интегрировать, это, конечно, пассажирские и круизные, то есть, причалы. Такой план с точки зрения порта. Об этом мы еще тоже поговорим. А вот что касается Крио Саус, это, наверное, вопрос, который вам часто задают, и, не знаю, журналисты, и эксперты. Можно ли там предусмотреть, что-то еще грузить в случае необходимости, кроме угля? Потому что есть такое, не знаю, такое мнение, что все равно рано или поздно вот эта перегрузка угля будет сокращаться объемом. Я думаю, что, если мы вообще-то, если мы говорим о том, что порта, я думаю, что фокус на уголь слишком большой. То есть, я думаю, что говорится слишком много, то есть, что-то там начинает падать, как бы начинается суета, что-то поднимается, все аплодируют, но и в этой грузовой конъюнктуре есть своя цикличность, то есть, есть подъемы, есть спады, долгосрочную, долгосрочку смотря, конечно, мир уходит с сжиганием фасильных ископаемых, и в этом плане, если смотреть, там, 10-20 лет вперед, наверное, как бы индустрия будет уходить с сжиганием угля, либо это для энергетики, либо для металлургии, но все равно, наверное, как бы этот, то есть, мы не можем смотреть на какое-то реальное увеличение, но, то есть, этот груз идет, он будет еще, наверное, без, если не будет каких-то политических и геополитических катаклизм, то есть, он будет грузиться, то есть, его грузят и финны, и многие другие порты Прибалтики, относительно самих терминалов, это я тоже неоднократно говорил, причалы, они универсальны. Конечно, терминал, как такой, или терминальная инфраструктура, она построена для угля, это означает, что, конечно, ну, там, сегодня угля нету, завтра, там, конечно, сразу что-то другое грузить не получится, но, как бы, как инфраструктура такова, она может быть довольно, довольно просто, переустроена, ну, как бы, переделываемая на другие виды грузов. И, если мы смотрим на остров, как такой, то есть, там есть еще часть территории, которая, если нужно, со стороны Хапа-Грависа, то есть, это северная часть Креусала, то есть, в принципе, там можно достроить и больше развивать порт, и, как бы, достроить причалы для других грузов. То есть, либо это генеральные груза, либо это контейнерные груза. Юль, подходит к концу, я так понимаю, что вы, естественно, следите и за динамикой. Что сейчас можно говорить по вообще грузообороту? Можно ли говорить о том, что мы идем вот как в прошлом году, в принципе, без спадов и без каких-то всплесков? Нет, спадка конкретно относительно угля в Риге есть. А других грузов вообще? Другие груза, я бы сказал, продолжают расти. Ну, конечно, если по объему смотреть, уголь все еще составляет большую часть сыпучих грузов, которые через Ригу идет. Но факторы, которые это объясняют, наверное, разные. То есть, один, в первую очередь, это сам запуск проекта. То есть, там неизбежно должен быть спад из-за этого, что просто, чтобы запустить терминал, это какое-то время занимало. Это означает, что часть этого груза ушла. И это, наверное, хорошо. Это как бы с Латвии не ушло. То есть, это ушла в Порт-Венсполс. Но я полагаю, что когда терминалы будут, то есть, в принципе, где-то вот сейчас уже середина года, может быть, наверное, еще месяц, то есть, видят максимальную мощность, то есть, основной объем, он вернется в Ригу. Вообще, поток угля, он, конечно, и связан и с ценой, не только геополитикой, но и с ценой угля. Сейчас уголь, наверное, последние месяца упал и в цене. То есть, это означает, что как бы трейдеры придерживают груз, надеясь на повышение цены. И это означает, что есть накопления, но как бы они не вывозят цены. И как бы поток угля, то есть, он немножко стопорится. А все остальное, я бы сказал, в Порту развивается. В том числе, относительно угля, я не могу сказать, что там что-то не развивается. Новые терминалы, я думаю, что это очень хорошо. И все там, как бы, текучие проблемы, какие-то, которые вначале появились, мы их решим. И, то есть, это будет реально хорошая, такая хорошая точка и хорошая бизнес-точка в плане Порта Риги. Антезел, ты читаешь на студию, управляющий с Киевским свободным портом. Приверемся ненадолго. Новости и реклама не переключайтесь. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Полком. Антезел, ты читаешь на студию, управляющий с Киевским свободным портом. 6212-939, 6213-939. Телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Что касается, все-таки, действительно, лета, разгар сезона, я вот проезжая мимо порта, все время вижу, что какой-то новый, очень красивый и даже очень большой круизный корабль зашел в порт. Насколько, действительно, можно сказать, что этим летом как-то эти круизные корабли более активны, чем, не знаю, в предыдущие годы? Ну, один, наверное, что я должен отметить, это, конечно, вопрос тоже, он не меняется, как бы, так сразу. Это не то, что там кто-то завтра сегодня придумал и приехал, да. Потому что круизный бизнес планирует свои визиты два года вперед. Даже так, да? Да, то есть там реально долгосрочку, конкретные даты, конкретный график, в принципе, планируется два года вперед. То есть в этом году сейчас планируется в 2021 году что будет? Да, то есть если что-то меняется, это реальности 2021 год. Но, конечно, есть какие-то изменения в плане позитива о том, что в этом сезоне в Риге появились, наверное, сейчас уже, по-моему, около пяти, я могу ошибиться, как бы номер, как бы цифрой, но где-то пять круизных садов, которые вообще в Ригу заходят первый вообще раз. То есть до этого они никогда в Риге не были. И, конечно, ну, разгар сезона, Рига маршрут интересный. Поэтому они решили зайти, да? От относительно круиза, конечно, мы имеем немножко такой, ну, не то, что недостаток, но минус наше нахождение, потому что мы находимся в заливе. И основная циркуляция все-таки круизов идет по Балтийскому, вокруг Балтийского моря. И, как бы, поток идет и в сторону Питера. То есть Питер такое определенное направление. Это означает, что... А здесь нужно заходить, залив... То есть залив, зайти, видите, это где-то туда-сюда, это восемь часов. И это, конечно, учитывая, что пароход стоит там двенадцать часов, некоторые остаются за ночь. Да, восемь часов многовато, да. То есть это многовато, и там, как бы, с точки зрения планировки, мы не всегда там заходим. Но, я говорю, круиз в Балтии продолжает расти. Я думаю, что в Риге в этом плане очень хороший, отличный маршрут. Я думаю, что туристам из всего мира это нравится. И, как бы, мы работаем в этом плане вместе и с городом, и с туркомпаниями, и с партовскими компаниями, чтобы привлечь больше круизных пароходов. Как бы, то, что сделано... То, что сделано... То, что сделано, мы немножко почистили в прошлом году, перед началом сезона, акваторию пассажирского порта. Это означает, что, в принципе, сейчас вплоть до центра города может зайти самые большие круизные лайнеры, лайнера, которые в Ригу заходят. В этом году одна тоже такая новитет. Мы начинаем тестировать от грузов освободенные территории на юге экспорту Оста. Да. В Коуши, потому что перспективы мы планируем, что это может быть та часть, где будет шатываться круизный лайнер. Там, конечно, есть некоторые вопросы конструктивные, которые мы должны сделать со стороны управления порта, с точки зрения навигации, чтобы обрабатывать два парохода параллельно, и со стороны территорий, территории стивидоров, там еще должны подметать и, как, скажем так, сделать товарный вид этой территории. Но это, наверное, та перспективная часть, где порт рассматривает как место для круизов и пассажиров. Это, конечно, идет в связи и с развитием города, и с развитием этой территории. Так, чтобы чуть-чуть наши радиослушатели представляли, а что это за круизные корабли, которые сейчас вошли даже первый раз? Это все, что связано по Балтийскому морю, или это, так сказать, более большой круиз? Нет, в основном заходят те компании, то есть все, так называемые, самые большие круизные компании, мировые компании, они на Балтике работают, основные. Новые пароходы, это означает то, что либо компания поставила дополнительный пароход, то есть дополнительный круиз, либо зашла с новым пароходом, либо зашло судно, который до этого как бы по своему маршруту в Ригу свой маршрут не поставил. То есть она, в принципе, они идут, я так понимаю, что это связано со Швецией, Новегией, до Питер, да? Ну, то есть основная циркуляция, конечно, идет там, либо начинает там с Копенгагена и по разным портам, конечно, такое, наверное, определенное основное направление это Питер, Питер, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн, Рига, Клайпеда, Копенгаген, Гданьск и Польский портат. То есть каждый, каждый планирует этот маршрут, круизы есть разные, то есть разный контингент людей, это видно и очень видно в нашем старом городе, потому что, конечно, когда приходит большой пароход, это сразу где-то пару тысяч туристов, и, конечно, такое основное направление это старый город. Мы даже видим очень много из стран Азии, чего раньше не наблюдалось, но последние годы уже из Японии, из Китая. Да, так что я говорю, это такой, я всегда говорю, вишенка на торте порта, она финансово для порта может быть не дает очень много, но она важна, она важна для жителей Риги, это дает популярность нашей стране, нашему городу, и важна часть туристической индустрии нашей страны. Я думаю, что мы будем работать перспективой и нашим аэропортам с точки зрения они будут развивать трансконтинентальные полеты, и я думаю, в этом плане мы можем рассматривать уже порт Риги как так называемый начальный или начальный пункт УИЗа. Давайте будем принимать звонки, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий, вопрос вашему Пожалуйста, да, слушаем вас. Значит, вот что, как вы считаете, с соседними государствами надо развивать добрососедские отношения, или с ними ругаться, кидать камнями, совсем недавно в адрес Лукашенко называли его диктатором, и вообще в адрес Лукашенко из страны звучали всякие от некоторых наших политиков. Спасибо большое, да, понятно ваша мысль, но здесь, наверное, этот вопрос больше к политикам, я-то понимаю, что вы, как управляющий портом, за диалог, это понятно, и сотрудничество, Конечно, первое, наверное, как в мультфильме, давайте жить дружно. Но, конечно, с точки зрения политики, 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 конечно, делают политику, и с политики зависит и бизнес, и некоторые бизнес-решения, но я бы сказал, за то, что, относительно бизнеса, то транспортной логистики, то есть, она важна, то есть, сотрудничество, наверное, одна из таких самых важнейших камней, фундамента, чтобы логистика работала, то есть, без сотрудничества логистики, то есть, она невозможна, она возможна в рамках только самой страны, так что, конечно, отношения должны и долгосрочку, на эти надо, это как семья, то есть, на это надо работать. Да, вот, что касается порта, есть ли у вас вообще свободные территории, что вы дальше думаете делать, пока резервировать, продавать вообще? Нет, ну, относительно территории порт не может, то есть, по закону, вся земля в рамках порта, либо государственная, либо муниципалитетская, то есть, земля, как такова, не приватизируется, не продается, по закону, но, относительно Риги, конечно, свободных территорий нам хватает, то есть, был, наверное, какой-то миф, какое-то время назад, что, ну, то есть, стоит очередь желающих, и, как бы, и территории нет, но реальности, сейчас, наверное, основная, это тоже неоднократно говорил, самая большая, такая ценность, это возможность привлечь грузов, то есть, если есть реально клиент с потоком грузов, то, как бы, место и решение найдется. А, в принципе, есть еще интерес, что говорит Стивидора, есть интерес со стороны инвесторов, или так все уже стабильно, устаканиво, что фактически ниш каких-то свободных нет? Есть, конечно, как бы, местные груза, та же самая древесина, она очень стабильна, то есть, там нету каких-то новых, больших игроков, это, может быть, немножко вопрос относительно сотрудничества с Республикой Беларусь. Да, о чем мы уже говорили, в принципе, Это, это такая возможность есть. Основных сегментов, я бы сказал, что относительно универсальных терминалов, наверное, еще ниша есть, и реально ниша, наверное, есть относительно зерна и специализированного терминала для перевалки зерна. То есть, это еще есть. Что касается российских потенциальных инвесторов, или, может, разные слухи ходят, что кто-то собирается уходить чуть ли не из порта из-за всех политических соображений. Как на самом деле? Я бы, окей, ну, это, наверное, вы имеете в виду Уралхим? Да. Они публично, они, как бы, их владельцы так публично такие заявления пошли. Как это будет, посмотрим. То есть, пока они терминал сделали, последние склады закончили только год назад, перевалка идет, они работают хорошо, так что, в этом плане, я, как бы, большой проблем не вижу. Как это будет, посмотрим. Конечно, Дигер, политика играет свою роль, но я думаю, что то, что еще важно, это реальность относится и нашим политикам, это вопрос финансовой системы, вопрос банковской системы, потому что сейчас это все настолько напряженно, и все вопросы относительно, как бы, каких-то переводов денег или сотрудничества с третьими странами настолько напряженно рассматриваются, что я думаю, что это реально будет тормозить этот бизнес. Если мы смотрим относительно порта, судов, судоходства, то тут без, как бы, без офшоров ничего не работает, ничего не работало, и, наверное, в перспективе ничего не будет работать. То, что это все должно быть правильно, это я согласен, но я думаю, что если с системой или надзора над системой не будет каких-то изменений, то это будет реальная проблематика. Если мы говорим вообще о порте, то по-прежнему он все-таки остается таким вот ключевым, наверное, предприятием для города, да, и по количеству работников, ну, я имею в виду стивидоров, и по объему средств, да, в госбюджет. Ну, я думаю, что мой план есть немножко посмотреть на ту ситуацию, что порт реальности дает экономике, потому что те цифры, на которые мы отзываемся, они уже там 10 или больше лет давности, да. То есть, надо сейчас как-то посчитать по-новому, да? Наверное, надо посчитать, потому что это есть реальный вопрос, потому что всегда задается, ну, ладно, там есть порт, а что, я живу там в Зилопе, зачем мне там рыжики порт, там все сидят, получают большие заплаты, и толку никакого, да? Но в реальности порт та движущая сила, которая движет многими артериями потоков грузов, и даже если мы рассматриваем такую всем понятную вещь, как лес и древесина, то, как бы, наверное, в прошлые годы это было где-то свыше 5 миллионов тонн разного продукта древесины было перевалено только через Рижский порт. И это основном местные грузы, это означает, что он и леса, и выработка леса, и обработка древесины, то есть разные, и это не только связано с Ригой, то есть это все появляется где-то в окраине, то есть в нашей стране, то есть в разных районах, так что эта вся цепочка, она связана с портом, и то есть порт дает эту возможность этой продукции уйти, экспортироваться и как бы транспортироваться по миру. Еще, может, один звонок при завершении, добрый день, слушаю вас. Добрый день. Да, пожалуйста. Ну, я бы перефразировал более точно вопрос звонившего. Представляется ли возможность подсчитать потери латвийских портов единства слепые от строительства услуги в России и от проводимой политики. Как это на экономике сказалось за 15 лет и сколько мы потеряли за это все? спасибо. Не знаю, был ли такой анализ сделан. Не, ну, мы такой специфический анализ не делали. Наверное, если такую задачу дать экономистам, бухгалтерам, то, конечно, это можно и посчитать. я бы сказал, что это не то, что потери, потому что каждая страна может развивать свои порты, как она считает нужным. И есть вопросы, на которые мы можем влиять, и есть, наверное, сегмент вопросов, на которые мы прям никому не можем влиять. Мы можем только учесть и перспективы делать поступки такими, чтобы наша экономика работала лучше. Но это, конечно, можно посчитать и, наверное, перевести на какие-то понятные цифры. Но мы такое не делаем. А происходит какая-то координация? Я знаю, что определенные политические части нашего эстеблишмента были же такие разговоры до выборов, что надо какой-то общий создать координационный орган между всеми крупными портами. Имелось в виду, видимо, Рига, Венспилс, Лепая, что надо координировать, хотя мы вроде бы конкуренты, но все-таки в одной стране такая централизация вряд ли возможна. То есть есть некоторые вопросы, которые можно координировать, есть, которые определяют бизнес и экономику. Это то же самое, что супермаркет, мы бы сказали, что Альфе торгует только молоко, а Спицы торгует только сыр. Это, наверное, тоже большой логики не имело, потому что если выгодно торговать обоих магазинах, значит, торгуют оба магазина, если один из каких-то, то будет один из каких-то. То есть это натуральная конкуренция, но то, что, наверное, я должен отметить, и сейчас, наверное, это и делается, то есть спорты с собой очень хорошо разговаривают, то есть я хорошо знаю своих коллег, и мы общаемся относительно всех вопросов, которые связаны с спортом, но как бы наша работа должна быть координировать так, чтобы какая-то внутренняя конкуренция, или как это перефразировать, что в результате внутренней конкуренции какие-то груза не ушли вообще с Латвии, или не пришли в Латвию, это тогда неправильно, а так, то есть если что-то лучше может сделать Липая, то эти груза идут через Липая, но это хорошо, или Венспелс, или Рига. если я так понимаю, какие-то грузы, которые, Рига это основной порт, я не знаю, по-моему, что связано с Рига. То есть 99,9% всех контейнеров переваливаются через порт Рига. То есть в этом мы профессионалы, скажем так, так, да. Ансизел, у нас был в студии, управляющей Рижским свободным портом, ну что, с удачей портов, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.